Ребята, всем привет! Сегодня на моём канале супер необычное видео для меня, так как я человек очень фундаментальный, инструментальный, стратегический, у меня всегда всё по структуре, по полочкам, но сегодня мы будем с вами разговаривать про достаточно такую мягкую тему, и она называется денежное мышление. Я девушка-предприниматель, эксперт, бывший специалист, которая всех результатов своей жизни достигла своим трудом по большому количеству часов в день и, конечно же, никакой не в лёгкости, но с опытом, с всё большим заработком и с всё большим этапом нарастания и раскрытия моего потенциала я начала замечать определённые закономерности в моих отношениях с деньгами, в том, как они в принципе работают и что на них влияет, и в том, почему в какие-то периоды жизни я вообще не обращая внимания на работу, легко зарабатывала миллионы, а в какие-то периоды дужа, беря жизнь за горло, так сказать, не получала ничего. Я вывела свою уникальную формулу того, как рационально, понятным языком для себя, если вы материалисты, воспринимать деньги и делать так, чтобы они к вам за ту же самую работу приходили легче, чем, возможно, вы привыкли до этого. Но сразу вам скажу, это видео не волшебная таблетка, оно предполагает логику, предполагает ваше глубокое понимание того, какой опыт и знания я вам передаю, и, конечно же, предполагает ваше погружение в мой опыт и открытую позицию к тем словам, которые я вам буду передавать. Я сразу скажу, что на данный момент ни я, ни моя деятельность, ни мой опыт не имеют никакого отношения к эзотерике духовности, хотя я с огромным уважением отношусь к этим нишам, и у меня много очень плохо клиентов в этих нишах. Поэтому, если вы боитесь этого всего, моё видео для вас, и вы сможете соприкоснуться с темой денежного мышления рационально, на опыте человека, который очень много работает, но при этом понять, как работают эти тонкие материи, тонкие энергии, и как вы ими можете управлять, даже не погружаясь в какую-то такую эмоциональную часть нашей жизни. Но перед тем, как я начну с вами делиться своим опытом, давайте познакомимся. Меня зовут Ася, я эксперт и наставник по монетизации соцсетей, и благодаря коучингу помогаю приходить к результатам счастливо, осознанно и экологично для себя. И для того, чтобы в целом начать рассуждать про деньги, мы должны с вами классифицировать, что это такое. И в моём понимании это определённая энергия. Объясню, как это работает. Допустим, в прошлом крестьянин поработал на поле, вспахал урожай, повёз это на базар, и за этот урожай ему дали деньги. То есть, по сути, за энергию, которую он вложил в свой труд, ему в обмен дали деньги, по сути, тоже в каком-то смысле энергию, на которую он может купить одежду, купить еду, купить себе жильё, купить новый плуг, купить козу. То есть, опять же, обменять на что-то, что ему даст энергию другого рода. И вот первое, что помогло мне вообще куда-то хотя бы сдвинуться в своём денежном мышлении личном, осознание того, что деньги — это энергия. И в тот момент, когда я осознала, что деньги — это энергия, и деньги — это, в первую очередь, ресурс, я задумалась, а какие у нас, в принципе, у каждого человека есть ресурсы. И на самом деле их всего лишь три. Это время, оно нам дано с рождения, и у каждого из нас его примерно одинаковое количество, что в сутках, что в месяце, что в жизни. Дальше уже зависит от того, как мы будем питаться, как мы будем жизнь свою проживать, и, конечно же, в том числе влиять генетика. У нас с вами есть ещё один ресурс своего рода — это деньги. Мы получаем деньги за создание какой-либо ценности, за наш труд, за продукты нашего интеллекта, за энергию, которую мы вложили во что-то, что может принести ценность другим людям. И этот ресурс мы получаем в обмен на ценность, которую мы создаём для других людей. И какой же у нас третий, самый важный, на самом деле, ресурс, на котором очень сильно завязаны и деньги, и время — это энергия. Энергия — это тот ресурс, который есть и у каждого из нас, и одновременно каждому из нас нужно его восполнять и восстанавливать. От того, насколько мы качественно питаемся, насколько мы качественно спим, с какими мы людьми общаемся, чему учимся, чем занимаемся, где живём, зависит уровень нашей энергии. И, на мой взгляд, я тоже очень много раз спорила и доказывала эту точку зрения, энергия — это основополагающий ресурс из этих трёх. И от энергии зависит и количество вашего времени, и от энергии зависит количество ваших денег. И сейчас, можно сказать, я сама себя прочелленджу прямо здесь вот в прямом эфире и докажу, почему это так. В принципе, от количества энергии зависит и то, счастлив ли человек, потому что у человека может быть много свободного времени, много денег. Но если в нём нет энергии, он не будет счастливым. Он может лежать вот так вот без энергии, и, в принципе, и деньги ему не нужны, и время свободное не нужно. Когда у вас много энергии, много этого ресурса, вы можете очень много задач переделать в короткий промежуток времени. Когда у вас мало энергии, мало этого ресурса, и задач вы, соответственно, делаете меньше. И получается, что без энергии мы теряем время, и без энергии мы теряем деньги. Потому что, опять же, благодаря энергии мы можем эффективнее работать, эффективнее генерировать стратегии, эффективнее генерировать какие-то идеи для контента, притягивать на свою энергию других людей. А от этого очень сильно зависят наши деньги, потому что как раз-таки на вот этой энергии мы создаем ценность для других людей, за что получаем деньги в ответ. И да, вы можете со мной поспорить и сказать, что в найме это работает немножечко по-другому. Проще этот пример переложить на экспертов и предпринимателей, кто сам контролирует свой доход. Кого повышают в найме? Кто из простого менеджера дорастает до топ-менеджера? Это человек, кто делает больше, чем ожидают от его должности, или делает ровно столько, сколько ожидают, но идеально. А что для этого нужно? Энергия. То есть два одинаковых, допустим, менеджера по продажам имеют одинаковое количество рабочих часов в течение дня, но один успевает гораздо больше, чем другой. За счет чего? За счет энергии. Давайте проверим для дотошности, что будет с каждым из нас, если хотя бы одного из трех ресурсов у нас не будет. Как только у нас нет свободного времени, допустим, мы все свое время пускаем на то, чтобы зарабатывать деньги, то есть мы много работаем, мы хотим много денег, у нас не остается времени для того, чтобы наполняться энергией. От этого с каждой неделей, с каждым месяцем мы становимся все менее продуктивными. В итоге мы приходим к выгоранию, потому что если у нас нет времени восполняться энергией, именно вот такой ментальной, эмоциональной, нам нет смысла жить. И таким образом человек, казалось бы, карьерист и достигатор, загоняет себя в депрессию. И нам очень важно понимать, что энергия есть и ментальная, и физическая. Энергия восстанавливается за счет, опять же, там, сна, питания, физической активности, все, что проходит через наше тело. Ментальная энергия, она восстанавливается за счет, там, занятий с психологом, просмотров классных фильмов, музыки, прогулок, общения с классными людьми. То есть она восстанавливается немножечко по-другому. В идеале у нас много энергии, когда мы и физическую энергию поддерживаем на хорошем уровне, и ментальную энергию поддерживаем на хорошем уровне. И на самом деле это вот прям база-база свободного времени и небольшого количества денег. Это когда у вас много энергии и ментальной, и физической. Сразу начинают приходить идеи, сразу начинает освобождаться время, там, для отдыха, для реализации ваших мечт. Реализация ваших мечт и отдых дают вам еще больше энергии, чтобы еще больше классных идей сгенерировать для проектов и еще больше заработать денег. И у меня, к сожалению, в жизни был тоже такой этап, когда я этого не понимала. То есть я работала по 12 часов, когда-то без выходных. Отпуска, который мы специально планировали, я все равно постоянно была на связи с клиентами. И у меня вот этот уровень энергии, он был ниже, 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 ниже. Круги под глазами, ты встаешь утром, не хочешь жить. И вроде бы вот, понимаете, какая ловушка получается? То есть ты занимаешься любимым делом, казалось бы, да? То есть я уже тогда все, я была фрилансером-экспертом, вела блог, все было отлично. А из-за того, что у меня не хватало времени восстановить свою энергию, мне и деньги-то эти были не нужны. Я в доходе никак не могла вырасти, потому что я не могла как-то по-новому взглянуть, подумать, какую-то стратегию новую сгенерировать. Я не могла вырасти, потому что я все время убивала на как бы поддержание старого уровня и старого дохода. И здесь тоже есть очень хороший пример. У меня есть просто потрясающая ученица, она визажист. И вот она очень талантливый визажист. У нее там самые большие цены в городе, в котором она работает, там очереди, куча клиентов. Но настал тот этап, когда ей нужно масштабироваться. И вот давайте просто на ее примере разберем. Чек максимальный для города. Все о ней знают. Клиентов битком. Чтобы кратно вырасти, делать то же самое, что она делала перед этим, не получится. Просто все, этот сценарий больше не работает. Что ей нужно сделать? Ей нужно освободить хотя бы один-два дня в неделю, один день на то, чтобы полностью отдохнуть и восполнить вот эту свою энергию, потому что она очень много работает. И чтобы эта энергия помогла ей сгенерировать новые стратегии, новые идеи для контента вырасти. А один день освободить на то, чтобы реализовывать эти идеи. Что получается? Для нее это как звучит? Я в моменте потеряю деньги. Если я в два дня в неделю откажусь от своих клиентов, я просяду в доходе. В смысле? И мозг такой, в смысле, зачем мне это нужно делать? Я же, получается, деградирую по уровню. Я же, получается, откачусь на несколько ступенек назад. И вот здесь начинается этот этап вот этих красивых бегов, то, что называется. Когда человек не может масштабироваться, не может вырасти, потому что боится в моменте потерять время и деньги для того, чтобы вырасти и получить гораздо больше в перспективе и в будущем. И что здесь важно помнить? Что мы вот эти дни, которые освобождаем для своего потенциального роста, для новых стратегий, для того, чтобы создать инфопродукт, растить блок, переехать в другой город, мы их инвестируем. То есть она не теряет деньги за клиентов в день, который она освобождает для своих съёмок, для записи инфопродуктов, для новых стратегий. А она инвестирует эти недозаработанные деньги, она инвестирует своё время, опять же, второй ресурс, время и деньги, в то, чтобы масштабироваться, в то, чтобы кратно вырасти. А второй день отдыха, она инвестирует время и деньги в то, чтобы у неё получилось это масштабирование сделать, и энергии было для этого достаточно. Надеюсь, на этом примере стало попонятнее. Но в чём же суть? Мы понимаем, у нас есть вот эти три ресурса. Мы хотим иметь больше денег, больше энергии, больше свободного времени. Вот так вот, если подумать, каждый человек к чему стремится? Больше свободного времени, больше энергии, больше денег. Но вот что это на нашем пути нам мешает? И в один прекрасный момент своего развития, когда я вот никак не могла свой очередной там стеклянный потолок пробить, я поняла, что у меня не получается вырасти, потому что я сливаю энергию. И вот это самое ужасное, когда мы становимся душлагом сами для себя и начинаем сливать энергию. Давайте разберём вообще, в каких вот этих точках и моментах каждый человек начинает сливать свою энергию. И первое, самое популярное место, это когда мы соглашаемся на меньшее. Допустим, я хотела состоять в отношениях, в которых там базовые потребности нашей семьи обеспечивает мой молодой человек. Но я нахожусь в отношениях, в которых это не так, и продолжаю там учиться. Допустим, мне интересно общаться о реализации новых идей, о том, как помогать людям, какие создавать проекты. А моя подруга только хочет обсуждать, там, не знаю, какие новости у бывших одногруппников в университете. Каждый из этих точек не прекращает общение. Принимая какое-то решение, мы соглашаемся на меньшее. И в моменте это сложно, когда у нас уже вот накатанная эта колея, накатанное окружение, накатанная работа. И мы понимаем, что это не то большее, что нас зажигает, это не то большее, чего мы хотим в жизни, но оно стабильно и оно понятно. Нам сложно от этой зоны комфорта отказаться. В принципе, мозг такое существо, которому очень сложно отказаться от зоны комфорта. Но помните, что каждый раз, когда вы соглашаетесь на то, что меньшее, чем то, чего вы хотели в жизни, и на этапе, на котором вы сейчас находитесь, вы очень сильно сливаете энергию. И понятное дело, что невозможно, вот вы сейчас посмотрели мои видео и такие, типа, я от всего откажусь. Конечно же, это так не работает. Но можно начать с маленьких шажочков. Допустим, вы захотели, не знаю, там, на завтрак блинчики, да пойдите купите блинчики, приготовьте блинчики. Вот в маленьких мелочах. Ещё, знаете, какая проблема бывает, что вот мы привыкли жить понакатанной, у нас эти все понятные вокруг, там, сценарии, люди, всё вот уже сложилось. И мы даже не понимаем, чего мы хотим. То есть мы настолько привыкли в этой зоне комфорта существовать, что мы даже не понимаем, чего мы хотим. И здесь мне очень помогло в своё время упражнение от моей психолога. Я ставила будильники несколько раз в день с вопросом, чего я хочу. И я прям бросала все дела, оставляла и прислушивалась к себе, что я сейчас хочу, что мне действительно нужно. Когда-то это мог быть, оказывается, стакан воды, что я уже несколько часов работала и всё время хочу пить, а этого не чувствую. Когда-то это может быть, там, не знаю, пойти воздухом подышать. Когда-то это может быть отправить кому-то сообщение или там ответить, или закрыть какое-то старое дело. То есть каждый раз это будет что-то, что будет сближать вас с этой связью с собой. По поводу отношений. Очень хорошее упражнение. Конечно же, каждое отношение, вы в них растёте, вы в них развиваетесь. И вы как бы встречаете партнёра под стать вам. То есть не может быть такого, что это только в фильмах у нас вот эта вот ломаная какая-то установка, что миллиардер, там, не знаю, обращает внимание на какую-то обычную девчонку, с которой там даже поговорить не о чем. Так не работает в жизни. Мы всегда встречаем партнёра себе по уровню, по каким-либо там параметрам. И важно понимать, что если вы любите человека рядом, вы можете вырасти вместе, если у вас правильные ценности. Здесь главное упражнение 69 от Петра Осипова. Вам нужно представить себя в 69 лет, вашу идеальную картинку, есть ли там ваш партнёр. Если нет, тогда есть повод задуматься о том, чтобы эти отношения закончить. Если есть, то всё супер, и вы всего вместе добьётесь. Понятно, что это такой супербыстрый анамнез, но он, как правило, показывает сердцем, что вы к этому человеку испытываете. И, допустим, в моей ситуации с моим будущим мужем у нас тоже было так, что мы там съехались, ещё совсем зелёные, там жили до этого с родителями, практически ничего не зарабатывали. И сейчас вместе построили свои успешные бизнесы, проекты, развиваемся, при этом делаем это всё с нуля вместе и растём. Просто изначально у нас было очень много совпадений внутренних, которые помогали нам двигаться дальше вместе. Третье, самое такое неочевидное, но самое сливающее энергию действия, это когда мы путаем роли. То есть, когда мы становимся, допустим, для мужа – мамой, для клиента – подругой, для подруги – поучем, для своих зрителей, ребёнка и ещё что-то, ещё что-то. То есть, когда у нас перепутаны роли между собой, мы постоянно сливаем энергию. То есть, вам нужно прям сесть в какой-то день прекрасный для себя и определить. Я в роли девушки – что я делаю? Я в роли подруги – что я делаю? Я в роли наставника – что я делаю? Я в роли, там, не знаю, человека, который заботится о своём теле – что я делаю? И когда у нас эти роли не путаются, нам становится легче. И ещё один вот такой момент. Мне раньше было тяжело, потому что я совмещала, даже не то чтобы путала, я совмещала роль, допустим, своей личности и своего продукта. Об этом я подробнее рассказывала в видео про токсичных клиентов. То есть, для меня это было одно, что Ася-личность создаёт продукт, Ася-личность взаимодействует с клиентами, Ася-личность создаёт весь контент. И, конечно же, это так. Я через всё, что я делаю, несу свою личность. Мне постоянно там ученицы и клиенты говорят, что «Ася, ты такая же, как на Ютубе! Обалдеть!» Да, я такая же. Но в момент, когда я начала отделять, что есть Ася-предприниматель, а есть Ася-личность, и Ася как предприниматель может допустить ошибку, Ася как предприниматель может вступить в какую-то, там, не знаю, тянущую энергию коммуникацию с клиентом, Ася как предприниматель может, там, крутить какие-то метрики в бизнесе, тестировать новые гипотезы по контенту. Но если что-то не получится, так как Ася-предприниматель себе задумала, это не значит, что Ася-личность плохая. Если какому-то клиенту не понравился продукт, который Ася-предприниматель создала, или Ася-эксперт, это не значит, что Ася как человек плохая. И вот когда я это разделила, моя жизнь стала просто замечательной, шикарной, спокойной, и очень многое прибавилось энергии. Конечно же, четвёртое — это непринятые решения и незавершённые дела. То есть когда вы не можете никак принять решение, не можете завершить какое-то дело. Знаете, даже когда у вас чаты какие-то неотвеченные висят, они всё равно тянут вашу энергию. Когда у вас какие-то недопройденные обучения, недозавершённые обязательства перед кем-то, нерешённые конфликты, нерешённые ситуации, это очень сильно тянет энергию. И даже недавно мы ездили на яхтинг в Турции с городом инвесторов, и там прям первое упражнение в первый день, которое мы делали, это мы выписывали все свои незакрытые гештальты, всё, что тянет энергию. И причём это тянет энергию незаметно. Вы могли там, не знаю, месяц назад бабушке там забыть позвонить или ещё что-то, и вы об этом не думаете, но подсознательно в мозге у вас тянется это незавершённое дело, и периодически вы будете об этом вспоминать. Поэтому очень важно никаких висяков, никаких незавершённых дел не иметь. Так что прям вот сегодня сядьте, выпишите все незавершённые обязательства, незавершённые там какие-то дела, которые у вас есть, принимите для себя решение. Либо я это оставляю незавершённым и больше никогда не касаюсь этого вопроса. Либо я всё-таки в будущем планирую это завершить, и нужно сделать это как можно быстрее. И, конечно же, пятое, это когда мы берём опыт тех людей, который нам нерелевантен. Объясню, в чём суть. Мы советуемся по отношениям с подругами, у которых нет идеальных здоровых отношений. Мы советуемся по тому, как нам зарабатывать деньги с родителями, которые сами мало зарабатывают. Мы используем обучение, которое мы покупаем, не для того, чтобы забрать опыт человека, к которому мы пришли, и узнать, как он-то достиг той ролевой модели, к которой мы стремимся, как он-то пришёл к своим результатам. Мы приходим просто рассказать о том, не знаю, как у нас дела, или послушать, а что нам скажут. Не в позиции забрать опыт этот ценный. Вот сидит человек, готовый делиться опытом, готовый рассказывать, как вам сделать свой результат, как он сделал свой результат, а за какими-то своими вот детскими штучками. И вы меня спросите, при чём тут денежное мышление? Ты вообще рассказываешь про какую-то энергию, какие-то ресурсы, при чём здесь это? А суть денежного мышления в том, чтобы уметь местами переставлять ресурсы ваши, вот эти три основных – время, энергия, деньги. Уметь рискнуть одним ресурсом ради получения другого. Или подкрутить количество одного ресурса для того, чтобы у вас другой тоже подтянулся. И как раз-таки это и есть денежное мышление, а не что-то другое. Как пример с визажистом. Допустим, в моменте условно пожертвовать деньгами и временем, чтобы кратно вырасти – это денежное мышление. Пойти на риск и, допустим, реинвестировать часть бюджета в рекламу предпринимателю, которому нужен трафик и нужны лиды – это денежное мышление. Хотя для обычного человека это может казаться просто потерей денег и потерей времени. И важно понимать, что денежное мышление и деньги в лёгкости – это вообще проразное. Деньги в лёгкости приходят с определённого этапа. То есть до заработка 300 тысяч в месяц, 500 тысяч рублей в месяц – это всё равно идёт через труд. То есть на каком-то определённом этапе вы не можете с 10 тысячами рублями в кармане масштабироваться и сразу всё делегировать. Нет. Всё равно это идёт поэтапно через стратегию роста человека. В моём видео «Мой путь с нуля до одного миллиона рублей» вы можете послушать, как у меня эта история строилась. И я с огромной уверенностью могу сказать, что, допустим, я сейчас на этапе, когда чем больше у меня энергии, тем больше я заработаю. И больше ничего на это не влияет. Там инструменты – это всё понятно, команда – это всё понятно, это техника, это как раз-таки эти самые инструменты. Но глобально, сколько я заработаю и как я себя буду при этом чувствовать, будет зависеть только от моей энергии. Но до этого этапа, конечно же, я дошла благодаря упорному труду, большому количеству работы. И здесь это всё просто наслаивалось на мой новый опыт по мышлению. И как раз-таки вот от одного миллиона в месяц начинается такой этап, когда вам нужно просто выходить на новые стратегии. То есть когда просто больше работать, не работает, и здесь уже нужно переставлять наши вот эти вот три ресурса, чтобы получить качественно новый результат. Но что я вам хочу сказать, что самое денежное мышление – это действовать и работать. То есть если мы всё-таки с вами рассуждаем про этап, когда человек ничего не делает, находится в вечной подготовке, там медитирует, практики какие-то делает, но при этом не совершает действий на материи, никакое денежное мышление не поможет. Пока вы ничего не делаете на практике. И на практике это не в своей голове. То есть у меня вот часто тоже бывают кейсы, когда человек там у себя в голове 50 программ разных продуктов придумал, 50 идей разного контента придумал, личный бренд придумал, ещё что-то придумал. А по факту на практике ничего не сделал. И тут человек хоть опрактикуется денежного мышления, ничего в жизни с мёртвой точки не сдвинется, потому что оно двигается в тот момент, когда мы свои мысли и намерения превращаем в материю, то есть в действие. И если вы сейчас на этапе, когда вы ещё там мало зарабатываете, очень там, не знаю, до 100 тысяч рублей в месяц, то есть, понятно, там по разным меркам это разная сумма, в регионах, в принципе, этого хватает, но всё равно, вот если вы находитесь на этом этапе и хотите, главное, большего, то есть если не хотите, понятно, я вас не трогаю, как хотите, так и живите, но если вы хотите большего, для начала, для денежного мышления мы обращаем внимание на то, а какое количество действий мы совершаем и насколько они всё-таки целевые. А уже потом, когда вот эта цепочка целевых действий запускается, действия, в принципе, как факт запускаются, мы уже корректируем там сливы энергии, мы корректируем там вот эти вот инвестирования своего времени и так далее, и так далее. И такой маленький последний моментик упражнение от Джона Кеха, которое тоже поможет вам прокачать денежное мышление. Упражнение на изобилие. Оно объясняется с точки зрения квантовой психологии, с точки зрения физики, на самом деле, в чём оно заключается. Даже если у вас в жизни сейчас нет ничего, даже если у вас там очень маленький заработок, вам надо фокусироваться на том, что в мире есть деньги. Мне это раньше тоже очень сильно помогало. Я, допустим, шла по Москве или по Дубаю, смотрю Макларен, смотрю Роллс-Ройс, смотрю Гелендваген. Понимаю, что сейчас вот хоть я в лепёшку разобьюсь, буду делать то же самое, что я делаю, я не заработаю такие деньги. О чём это нам говорит? О том, что нужно менять стратегию. Но в том числе мы, как бы фокусируясь на изобилии этого мира, фокусируясь на том, что людей-то много, кто много зарабатывает, а людей-то много, кто дорогущие квартиры покупает, бизнесы успешные делает и так далее, и так далее. Когда мы фокусируемся на этом изобилии, мы начинаем как бы сами находить сценарии для своего развития. В какой-то момент, опять же, в своём Инстаграме я тоже сделала изобильную ленту. Я подписана только на свои ролевые модели, которые не токсичны для меня. Вот это очень важно, потому что есть куча людей, которые транслируют успешный успех, дорогие сумки, там, не знаю, классные путешествия и так далее. Но бывают люди, кто делает это токсично. Если вы, смотря какого-то блогера, чувствуете, что ваша самооценка начинает падать, вы начинаете чувствовать, что с вами что-то не в порядке, лучше поискать другого. Если человек создаёт для меня токсичную среду, смысл мне её подпитывать? То есть, опять же, мы сами к себе токсично относимся, как токсичные люди, из-за того, что мы такие моменты не пресекаем. И, в общем, мы фокусируемся на изобилии. Вот, допустим, что ни одна травинка в этом горшочке, а как много травинок, как их много. Ни одна машинка на улице едет, а их очень много. Очень много людей, которые могут себе позволить машины. Ни одна квартира в доме новостройки в ЖК, а куча квартир. И там везде горит свет, и люди покупают себе эти квартиры. В ЦУМе очередь, там, я не знаю, в Дубае, если вы пойдёте в Дубаймол, там, в Луи Виттон очередь, в Диор очередь, в Шанель очередь, везде очереди. Это же просто вау. Если обращать на это внимание и понимать, что насколько много людей, кто умеют зарабатывать деньги, насколько мир изобилен финансовыми ресурсами, и на самом деле единственная проблема, которая отделяет нас от этих ресурсов, она вот здесь. Это наша голова, в которой выгодно жить в установках, ей безопасно там жить в установках, что деньги это сложно, богатые плохие, там, и так далее, и так далее. Но это целая отдельная тема. И вот наша задача немножечко перепрограммировать наш мозг и фокусироваться на других аспектах этого мира. Какой основной вывод? Если у вас проблема с деньгами, обратите внимание на два оставшихся ресурса, на время и энергию. Насколько они у вас вообще в порядке, как они себя чувствуют и как вы можете на это повлиять. Второй главный вывод. Если вы пока еще на самом старте, ваше главное денежное мышление — это действия. Не медитации, не аффирмации, а просто делать целевые действия. Ну и третий вывод. Деньги — это ресурс, который есть у каждого из нас. Но по факту каждый, кто смотрит это видео, как минимум имеет телефон или компьютер. Он стоит денег. То есть у каждого из нас есть деньги, есть время, есть энергия, а значит все для того, чтобы количество денег увеличить. Вопрос в том, насколько мы эффективно этими ресурсами распоряжаемся. Тош, я была рада поделиться с вами своим опытом. Благодарна вам за просмотр. Если вам было это видео полезно, интересно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите свои инсайты в комментариях. И точно так же напоминаю, что в комментариях вы можете оставить темы для будущих видео, которые вам интересно было бы от меня послушать. Искренне желаю вам наладить ваши отношения с деньгами, чтобы они были легче, проще, а что самое главное — понятнее. До встречи в новых видео. Пока.